Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Самара Гиз. С вами Юлия Черняева и ваше любимое игровое шоу «Я знаю» – шоу, в котором каждый из вас найдет для себя что-то полезное и приятное. Уже завтра наступит настоящее лето, которое мы так долго ждали и к которому так отчаянно готовились. Кстати, если вы с понедельника уже уходите в отпуск, то искренне желаю вам хорошенечко отдохнуть. Не позавидуешь, наверное, сейчас только школьникам, которые сдают экзамены. У них начинается самая жаркая пора. Кстати, у нас сегодня тоже будет жарко и, мне кажется, достаточно весело. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Желаю всем удачи. Мы начинаем. А знаете ли вы, что в 1816 году в Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода? Год 1816 вошел в историю как год без лета. Причиной стало извержение годом ранее вулкана Тамбора. Случилось это на другом конце земного шара, на индонезийском острове Сумбава. Этим же летом писательница Мэри Шелли отдыхала с друзьями на вилле. И из-за плохой погоды они частенько оставались дома и устраивали конкурс на написание жутких историй. Так, собственно, и появился знаменитый роман Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Надеюсь, наше лето будет ярким, солнечным и радостным для всех, в том числе и для влюбленных. Тема нашей сегодняшней игры «Пора по парам». С большим удовольствием представляю ваших, в общем-то, сегодняшних наших игроков. Первая пара – это Лилия и Роман. Здравствуйте. Вторая парочка – это Алексей и Ирина. Добрый день. Добрый вечер, точнее, уже. Ну, солнышко светится и дождик собирается. Надеюсь, что этот вечер для вас закончится хорошо и эмоционально, и, в общем-то, в физическом плане доберетесь до дома, будете отдыхать. Хотелось спросить у Лилии и Романа. В каких отношениях вы состоите и как давно вы так друг друга трепетно любите? Кому вопрос? Тим, Роман. Ну, тебе вопрос тогда. Ну, знакомы довольно давно, на самом деле. Дружеские общения. Ну, на самом деле, очень часто видимся, ходим вместе, отдыхаем. По работе очень часто пресекаемся. Развлекательная сфера деятельности. То есть, побольше, что у нее, что у меня. Ну, в принципе… Живем как-то. Да. Понятно. Почти каждый день. Чем интересуетесь, чем занимаетесь? Я работаю в организации детских праздников. Кружка и нот. Так, вот. Я организовываю детские праздники там, да. То есть, с детьми ладите на все 100%. На все 100%. А Роман чем занимается? У меня творческая, интересная профессия. Я работаю диджейом уже на протяжении 10 лет. Ого, вот это стаж. Да. Вот это интересно. Так, переходим к второй паре. Здесь у нас Ирина и Алексей. Вы у нас в каких отношениях парочек? Мы муж и жена. Муж и жена. Вот так вот все у вас сложилось. Как давно вы вместе, как давно вы любите друг друга? Ну, познакомились мы в первом классе, еще сидели за одной классой. 1 сентября 2006 года. Ого, вот это да, вот это у людей срок. Отмотали так отмотали. Это сколько же получается уже в годах? Ну, не знаю, довольно-таки много. А поженились мы два года назад. И как вот, все эти годы пересекались или был какой-то период, когда вы не виделись? Нет, все эти годы пересекались, все эти годы общались, присматривались друг другу годами. Десятилетиями, я бы сказала. Десятилетиями, да. И потом вот присмотрелись и решили пожениться. Ну, то есть, как-то вот так сложилось. Да. Это судьба? Конечно, судьба. Чем вы увлекаетесь? Чем занимаетесь по жизни? Ну, я работаю риэлтором в агентстве недвижимости, увлекаюсь плаванием, отдыхом, природой. Рыбалкой. Рыбалкой. Так, и как, что самое большое поймали в своей жизни? Самое большое поймал карпа. Вот такого? Вот такого. Не помещается яс или как там что-то в этом духе. Так, а чем занимается супруга? Ну, мы ждем пополнения в семье к концу июля, надеюсь. Вот, а до этого я работала в Даноне специалистом. То есть, вы ожидаете такого львенка, я так понимаю. Да, да. Человека яркого, позитивного. Ну, папа лев, надо львенка. Львенка. Ну, хорошо. А вы ждете, мальчика или девочка? Девочку. Ой, как хорошо. Ну, в общем, надеюсь, что она будет такая же яркая, интересная и веселая, как ваш семейный пар. Ну, что, мы начинаем. Всех приглашаю в первый тур. Ну, что ж, правила первого тура достаточно просты. У нас здесь две пары, мальчики и девочки. Все поровну поделили мы, как хотели. Собственно, и тема нашей сегодняшней программы. Пора по парам и призы у нас, и мужские, и женские. И салон красоты, и спектакль. И, в общем-то, посещение шоу ресторана The Voice. Интересно об этом чуть-чуть попозже. Первый тур достаточно простой. Мне кажется, каждая парочка выбирает себе тему, какую им больше хочется, какая им больше нравится. Мальчики у нас сегодня отвечают на чисто женские вопросы. Ну, а девочкам придется постараться. Потому что все-таки, если женские вопросы, наверное, представители мужского пола бывают по зубам, то девчонкам надо будет включить все свои извилины, всю свою память, всю свою эрудицию, чтобы разобраться, к примеру, в спортивной теме, ну, или в какой-то другой, около мужской. Вопрос у меня такой. Кто у нас начнет этот тур, эту битву? Мне кажется, мы начнем с девушек, потому что... Или с мужчин, кому? Как вы, девчонки, вообще? Может, это с мальчишкой начнем? Вступаем. Вступаем, да? Взаимно. А, взаимно. Они взаимно уступают друг другу. Так, ну, может быть, все-таки с сильного пола-то начнем? Или как? Как вы скажете, давайте с сильного? Так, я, короче, решаю, что у нас отвечают первые мальчики. Я оглашу список, ребят, какие темы вы можете выбрать. Есть тема гардеробная, есть тема кулинария, есть тема, которую вы также можете выбрать у него, у нее, она так называется, и бриллиантовая рука. Это вопрос такой общий, но, может быть, для кого-то сложный. Кто начнет, Алексей или Роман? Вы решаете? Нет, я так не играю. Давайте Яначенко. Вот, вот этого я и ждала. Алексей, что выбираем? Бриллиантовую руку, гардеробную, у него, у нее или кулинарию? А у него, у нее, это что такое? Это такая вещь интересная, когда одно слово у мальчиков и у девочек, оно звучит одинаково, но обозначает разные слова. Тогда давайте бриллиантовую руку. Бриллиантовую руку. Далеко не стал у нас ходить Алексей, выбирает тему бриллиантовая рука. На пять вопросов, напоминаю, нужно ответить. Не подсказывай, друзья. Так, супругу изолировать на время, отключить ей микрофон. А ей тоже нельзя подсказывать? Нет, она будет потом на свои девчачьи вопросы, точнее, мужские отвечать. Ну что ж, бриллиантовая рука. Как назывался теплоход, на котором герои фильма отправились в круиз? Вот такой вопрос, да, самый первый? Ну, так как же? Это же теплоход. Практически адмирал Федорович Крузенштерн, Человек и пароход, а там был тоже. Сдаемся? Сдаемся. Михаил Светлов. На чем в фильме «Бриллиантовая рука» возвратился из булочной Горбунков, когда его увидела управдом? На велосипеде? На такси, на такси, на такси. На такси, ладно, принимаю. Что же, по мнению распространителей лотерейных билетов и управдома, получит, купивший пачку лотерейных билетов? Кто возьмет билеты в пачку, тот получит... Тот получит тачку. Ну, практически. Может быть, еще раз. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит... Водокачку. Водокачку, ладно, принимается. Как контрабандисты назвали свою операцию, когда Геша повел Горбункова в ресторан? Туалет, дичь или плакучая ива? Операция. Дичь. Верно. Ну что ж, у нас остается последний вопрос. Кем подрабатывал Геша в свободное от бандитской деятельности время? Шофер, таксист? Геша, блондин. А, Геша, блондин, он был экскурсовод, ведущий. Первое, видимо, что пришло в голову, но нет, он был манекенщиком. Брюки превращаются, превращаются в брюки. Ну так у нас три правильных отета, это тоже, в принципе, неплохо. Два неправильных. Учите матчасть, что тут сказать. Так, Роман, выбираем. Гардеробная остается у нас, кулинария или у него, у нее? Ну, по сути, все равно давайте кулинарию. О, наш человек, наш человек. Хорошо готовите? Ну, готовите, не я. А что, есть коронное блюдо какое-нибудь? Никто не, да, я очень люблю сырный суп, острый. Ох, какой гурман. Ну что ж, ладно, вопрос номер один. В каком супе огурцы с перловкой встречаются? Рассольный. Верно. Так, какой корнеплод необходим для приготовления драников? Вот так попали. Сейчас, сейчас. Не подсказывать драники. Сейчас. Ну что, традиционный корнеплод. Корнеплод. Что, мол, все равно она ему подсказывала. Драники готовят. А, господи, картошка. Конечно, ну что ты. Какой европейский город подают к чаю как десерт? Европейский город подают к чаю как десерт. И вот такой десерт называется городом европейским. Третий. Чего-то не помню. Это, между прочим, третий вопрос. Сейчас, 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 сейчас. Это? Это Прага. Торт Прага. Точно. Один промах, ладно. А я сладкое не ем просто. Правильно. Так, что вам подадут в ресторане? Четвертый вопрос. Если вы закажете фуагра. Думаем. На три-четыре отвечаем. Фуагра это? Да я знаю, что это такое. Я думаю, что могут подать. Что это? Вот вам фуагра, мистер Роман. Это печень гусиная. Точно. Второй промах. Ну что у нас? Остается последний вопрос. Да. Чем, согласно русской пословице, красна изба, если не углами? Изба красна. Я слишком молод для этого. Ну вот, что в русской избе всегда? Пирогами. Конечно. В русской избе с красна она пирогами. Ну что, поровну. Такое у нас получается. Три-три. Отлично. Что ж, девочки. Ваша участь решена. Ирина, что выбираем? Для него, для нее. О! У него, у нее. Ну, в принципе, так тоже можно. Пять вопросов. В общем-то, вы загибайте ответы, если ошибется. А то я уже сбилась со счета. Так, ладно. У девочек это головной убор, а у мальчиков верхняя расширенная часть гвоздя. Шляпка. Шляпка, верно. У девочек это принадлежность для вязания, а у мальчиков деталь колеса велосипеда. Спица. Верно. Так, для девочек это перекладина, на которую вешают штору. А для мальчиков это продольный выступ в верхней части стены или нависшая часть кручи. Карниз. Карниз. Четвертый вопрос. У девочек это кухонная принадлежность для зачерпывания жидкости, а у мальчиков устройство эскадр. Ковш. Ковш. Пятый вопрос. У девочек это кольцо в их цепочке, а у мальчиков подразделение ВВС. Нечестно. Вообще нечестно. Почему нечестно? Звено. Звено. Верно, звено. Пять правильных ответов. Блистательно. Лилия, придется побороться. Остался хоккей и география. Что выбираем? Я так понимаю, не в том, не в том. Ну, давайте хоккей. Хоккей. Ну, что ж, смелая девушка Лилия, хрупкая блондинка, к которой мы уже вечером поздравили с днем блондинок, отгадывает про хоккей. Не только конфетная, спичечная и черепная, но и хоккейная. Коробка. Коробка. Отлично. Так, чем играют, как думаешь, Лилия, в хоккей на траве? Так, подсказки в зале. Третий вопрос. Какой номер носил легендарный Валерий Харламов? 17. 17, да, про него недавно был снят фильм «Легенда 17». Так, вопрос номер 4. Как зовут президента Федерации хоккея России, полковник запаса, в прошлом известный советский хоккеист, вратарь? Не подсказывать, не подсказывать, не подсказывать. Фетисов? Нет, позор! Так, ты Фетисов подсказал, Ром? Нет. Я молчал. Ты знаешь, кто это? Это Владислав Третьяк, естественно. Последний вопрос, самый простой. Какая страна является родиной хоккея с шайбой? Ну, ты живешь на шею, да? Обычный хоккей, вот обычный хоккей с шайбой, который недавно проиграли наши... Канада. Канада, ну вот. Ну, получается у нас тут 5 и 4. Ай, брюнеты сегодня выигрывают. У нее вопросы легкие были. Вопросы? Нет, а кто вам мешал выбрать эту тему? А ты подсказывай. Не успели. Не успели. Эх, ну ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз, если вдруг вы к нам придете, отыграетесь за все. Пока могу предоставить вам камеру напротив, передавайте приветы. Может быть, кто-то вас смотрит, кто-то за вас болеет, или кто-то потом в интернете найдет эту запись и вместе с вами посмеется, как весело у нас здесь было. Вперед! Ну, теперь ты начинаешь. Передаю привет маме и папе. У меня все хорошо. Отлично, Роман. Ну, аналогичный привет. Мне почти не стыдно. Отлично. Ну что ж, вручаю вам торжественный сертификатный бесплатный вход на два лица и без депозитной караоке в течение всего вечера в любой день. В шоу ресторан The Voice. В караоке музыка, вкусная еда, чудесные коктейли, напитки, приятная атмосфера. Удивительный декор работают до самого утра. Держите аплодисменты. Да, молодцы. Ну, а с Алексеем и с Ириной мы встречаемся уже во втором туре. Будет жарко, призы остались еще. Не переключайтесь. Летом, наверное, потому что летом всегда хочется отдохнуть, тепло, жарко, где полежать, на солнышке погреться, искупаться. Если в российском каком-нибудь, я не знаю, допустим, в Анапу ехать, да, отдыхать, в нашем, вот, я думаю, считаю, естественно, это лето. А если за рубеж, то есть много стран, которые можно и зимой съездить, и прекрасно, шикарно отдохнуть. Мы лучше один раз летом, один раз зимой. Ну, во-первых, зимой туроператоры дешевле, и можно очень здорово съездить куда-нибудь за меньше деньги, а летом, ну, летом можно отдохнуть на территории нашей страны куда-нибудь там, у бабушки в деревне, в даче. Летом отпускать, и летом, чтобы можно съездить на курорт было, отдохнуть, какие-нибудь Канары. И зимой, и летом. Чем больше ты отдыхаешь, тем больше потом хочется работать. Летом, знаете, как настрой более такой, на отпуск, настроение, лето, солнце, жара, хочется с друзьями там по коктейльчику, загорать где-нибудь там, на пляже, не знаю. Вот это, я думаю, что самое, самое вообще суперское просто время для отдыха. Зависит, наверное, от того, какой человек предпочитает отдых, или, то есть, спокойный, то есть, где-нибудь в горах, или в жарких странах. Ну, наверное, по предпочтениям каждого человека, кто-то больше любит лето, кто-то зиму, какие-то горные курорты, я не знаю, кто-то любит просто выйти во дворе на санках покататься. Лучше в мае. Ну, это самый хороший такой месяц, когда зелень пробуждается, она еще свежая, яркая, незапыленная. Мне этот месяц больше нравится. Конечно же, летом. Лето солнышко, хорошее настроение, хочется отдыхать, нет желания работать. Опыт должен быть, скорее всего, во все времена года, понемножку. Человек должен отдыхать. Почему? Потому что существует летний кризис, осенний, весенний и зимний. Поэтому человеку нужно отдыхать. Ну что ж, у нас продолжается эфир игрового шоу «Я знаю». И хочется вам, друзья, напомнить, в который раз, если вдруг у вас возникнет желание, так же, как наши участники, забрать призы, передать приветы в прямом эфире, хотите посмотреть, так сказать, изнанку телеканала Самара Гиз, как это все интересно здесь у нас в студии происходит, почувствовать себя телезвездой, в конце концов, ну или просто проверить свои силы, записывайтесь на участие. Каждый будний день звоните по телефону 202-11-22 с 10 до 18. И прямо-таки нашему администратору говорите «Здравствуйте, я хочу записаться на участие в программе «Я знаю». Очень много призов у нас ожидается в следующую пятницу, 7 июня, ибо 6 числа у нас отмечается Пушкинский день России. Поэтому 7 числа некоторые темы нашей игры будут посвящены вопросу о сказках Пушкина, о каких-то его произведениях, быть может, о вопросах о личной жизни и каких-то таких интересных фактах. Так что, если вы вдруг чувствуете в себе силы и знаете про Пушкина все, даже что, может быть, он сам про себя не знал, звоните и записывайтесь. У нас семейная викторина, можно играть целой семьей. Ну, по крайней мере, призов точно на всех хватит. Но у нас второй тур, и в нашем втором туре очутилась семейная пара, это Алексей и Ирина. Еще раз вас приветствую. Ну как, уже отпустило немножко вас страха? Уже нет какого-то такого? Уже не так жарко, нам посвободнее стало. Ах, вон, конкурентов выселили. Конкурентов выселили. Ну, вот такой вопрос. Мы сейчас посмотрели опрос, когда лучше всего идти в отпуск, отдыхать. Есть какое-то мнение на этот счет у вас? Мне кажется, что-то летом. Летом. А как же вот зимой очутиться в теплых краях? Ну, в принципе, можно и так. Так, и зимой. Если куда-то уезжать в теплые края, то, наверное, и зимой тоже хорошо. Просто большие перепады плохо, что ты вращаешься. Есть какое-то мнение на этот счет? Ну, если куда-то за границу ехать, то лучше ехать в холодное время года. А если тут у нас в России, то лучше летом. Ну, я чувствую, у вас уже скоро совсем наступит. Отпуск приятный и, в общем-то, хлопотный. Ну, по крайней мере, уж потом, когда будете старенькими, с внуками, да, с ключем как-нибудь посмотрим, как молоды мы были, как хорошо мы отвечали на вопросы. Вопросов во втором туре у нас всего лишь три. Они сложноваты, но к ним есть варианты ответов, что, в принципе, хорошо. Можно посидеть, постоять, точнее подумать, посовещаться. Готовы? Готовы. Поехали. Итак, вопрос номер один. Назовите мне современное гигиеническое средство, в качестве которого богатые древние римляне использовали состав из скорлупы от устриц, мед и воду. Вариант ответов. Зубная паста, крем для бритья, краска для волос или пудра. Зубная паста, крем для бритья, краска для волос или пудра. Зубная паста. Это вот прям ваш окончательный ответ. Нет, даже дети еще не окончательные. Ну, древние римляне, они, в общем-то, могли себе позволить что-то. Мне кажется, вот это, конечно, все просто невероятно воняло, потому что вот если вам удавалось как-то в своей жизни, приходилось устриц есть? Не приходилось? Нет. Ну, ты приходилось недавно, впервые в прошлом году попробовала. Вонище, конечно, от них знатное стоит. Наверное, краска для волос. Нет, мне кажется, зубная паста все-таки. Нет, зубная паста, если вонится, ты видишь... А как же кальций, который выходит в состав? Устриц. Устриц. А зачем еще мед, устриц? А мед, укрепляющая, почему может быть... Зубная паста. А крем для бритья, может, они помазались, потом там все собой, самой отваливается, нет? Нет, такого бы не может. Ну, а краска для волос? Вот мед и вода, это уже такая вот липкая штука. Ну, а что там, чем он покрасится? Нет, ну давайте, наверное, ладно, зубную пасту. Зубная паста. Зубная паста. Так это ваш окончательный ответ? Кто-то сомневается. Ну, ладно, давайте, да. 50? Да, пускай будет. 50% пары сомневается. Алексей, что вас смущает? Ну, если вы говорите, что неприятный запах, так... Нет, ну это на любителей, знаете, вот маслины с оливками тоже не все не гадут. Ну, какой смысл чистить зубы, если будет неприятный запах тогда? Только начало цивилизации. Начало. Ну, хорошо, тогда я согласен. Зубная паста. Скорлупа, да, кальций. Зубная паста. Ну что, это ваш окончательный ответ? Да. Ну, давайте посмотрим, зубная паста это или нет. Да, это зубная паста. В дальнейшем умные римляне стали добавлять в пасту ароматизирующие добавки. Ну, конечно, потому что, ну, куда деваться пахнет-то. Ну, и, конечно, придать привлекательность самой пасте и запах изо рта, в конце концов. Ну, а вот древесный уголь и древесная кора, которыми, кстати, тоже, ну, не такие богатые римляне пользовались, они тоже хорошо отбеливают. Вот, и сейчас многие народные рецепты основаны как раз-таки на действии активированного угля. Едем дальше. Вопрос это был общий. Все, конечно, хорошо, вы молодцы. Сейчас вопросы у нас пойдут исключительно такие вот, по местам. Да, вот вопрос мой касается сейчас как раз-таки футбола. И, как вы понимаете, адресован он будет нашей Ирине. Ирина, как часто муж смотрит футбол вообще? Ну, только чемпионат мира. А за что вообще болеет? За какие-то есть? За Россию. Нет, ну, а любимый вид спорта? Есть любимый вид спорта у вас? Есть хоккей. Хоккей. Ну, ничего, у нас вопрос про футбол. Итак, не подсказывай только. Хорошо, стараюсь. Какое прозвище, Ирина, было, как вы думаете, у футбольного вратаря Льва Яшина? Знакомое имя? Ну, так, на слуху, да. Так, варианты ответов. Лев Яшина. Черная пантера, полосатый тигр, пятнистый ягуар или песочный лев? Тут надо рассуждать логически. И уже, наверное, кстати, вопрос вот у меня такой коллекции. Почему ему дали такое прозвище? Знаете ответ? Ну, предполагаю, точно тоже не знаю. Ага, ну ладно тогда. Вот тогда женскую логику можно включать. Черная пантера. Но пантера черная навряд ли. Почему это? Ну, пантера вроде как женщина, он все-таки лев Яшин. Все-таки он должен быть, наверное, лев. Так, то есть лев Яшин, и, соответственно, у нас лев сразу возникает. То есть он тигром, ягуаром, пантерой быть не может. То есть там, да, значит, песчаный лев. Песчаный лев, песочный. Песочный. То есть лев Яшин, песочный лев, песочный лев. Ну, пантера, причем пантера, ягуар, тигр тоже. Ну, повторю еще раз, вдруг что-то родится в голове. Черная пантера, полосатый тигр, пятнистый ягуар или песочный лев? Песочный лев. Нет. Ты такая подсказка, подсказка из зала такой, тихо-тихо, такой совсем. Нет, нет. Я все-таки остаюсь на песочный лев. Так, мужчина. Нет, вы же хотели спросить меня. Ну, вот мы сейчас вас и спросим. У нас уже финал. Мы сейчас примем ответ у как раз-таки Ирины. Ирина, что отвечаем? Песочный лев. Песочный лев. Все запомнили, она ответила песочный лев. Что бы ответил Алексей? Я бы ответил бы... Полосатый тигр, пятнистый ягуар или черная пантера? Я бы ответил черная пантера. А почему? Не знаю. Потому что форма, во-первых, черная вратарь. Вот об этом и надо было вспомнить, конечно, Ирине, если бы она смотрела футболы и смотрела, конечно, какие-то чемпионаты и знала товарища Льва Яшина. Он был черной пантерой. Потому что носил черную форму. Был очень прыткий, прыгучий. И его так прозвали, и даже мировые СМИ его называли заподвижность и акробатические прыжки. Вот. Но ничего. У нас 4 минуты остается до конца эфира. Мы сейчас зададим вопрос такой же сложный, но Алексею. Алексей, название какого из этих материалов в переводе с французского означает тряпка. Шифон, бархат, вельвет или плюш? Тут вообще без вариантов. Я бы сама даже не догадалась, если мне такой вопрос задали. Но вот придется пальцем в небо. Приходилось трогать плюш? Приходилось трогать вельвет, бархат, шифон? Ну да, приходилось. Правда, я, наверное, трогал, но не знал, что это бархат, что это шифон. Так. Так. Ну так что? Ну я не знаю. Еще раз давайте. Шифон, бархат, вельвет или плюш? В переводе означает с французского тряпка. Французская. Да, французская. Шифон. Надо что-то подумать, что из этого похоже на французское, наверное. Ну не знаю. Мне кажется, шифон похоже, в принципе, на французское. Шифон, да? Шифон. А бархат что-то такое, да, уже как-то будет? Ну бархат нет, вельвет тоже как-то нет. Плюш. Плюш. Нет, мне кажется, что шифон. Ну что отвечаем? Шифон. Шифон. Давайте посмотрим, правильный ответ или нет. Вот времени нет, я бы еще и Ирину, конечно, попытала. Конечно, шифон в переводе с французского как раз-таки так и переводится шифон, тряпка. Хотя летом прекрасная ткань для того, чтобы не чувствовать жары. Встречаемся в супер-игре, не переключайтесь. Пластилин и гуашь. Что может быть общего у таких простых вещей? На первый взгляд, ничего, кроме того, что эти предметы знакомы нам с раннего детства. Оказывается, что в состав пластилина и гуаши входят аж три одинаковых вещества. Каких? Узнаем 3 июня в 17.30. Смотрите программу «Простые вещи» на телеканале Самаргиз. Нас ждет увлекательный урок фотопозирования. Каждой девушке хочется знать свои удачные ракурсы в зависимости от типа фигуры и всей внешности в целом. Расскажем об этом в очередном выпуске программы «Семь пятниц». Ну что ж, у нас супер-игра и сейчас из шести полей где-то за одним из них спрятался целый сумм наших чудесных призов и билеты на спектакль «Синдром Орфея» и посещение чудесного салона красоты клиника косметологии Ольги «Селяниной» на хорошую сумму. Можно заказать себе несколько косметических процедур. Ну и, собственно, шоу «Ресторан The Voice» ожидает караоке, хорошее настроение, друзья, можно сходить и расслабиться. Ну так шесть полей за одним из блоков наших. Вот можно посмотреть на экран, они сзади вас. Что, как вы думаете, можно ответить? Вот, например, сейчас к глине обратимся. Цифру какую открываем? Давайте четыре. Четыре. Давайте открываем четыре. А если неправильно, и что же делать будем? Муж попытается. Муж попытается. Ну вся надежда тогда на мужа, потому что я точно знаю, что за четверка ничего нет. Делим на два, как говорится. Давай, отвечай, Алексей. Так, ну я думаю, что два. Вот так вот. А пятерка, что вас не превращает? Ну, пятерка, не знаю, мне как скажется, что будет красивее через одну. Четыре-два, да? Такой счет. В пользу так, чью, интересно. Ну что, открываем какую цифру? У вас одна попытка? Я думаю, что... Давайте два так. Два так два. Сказал два, да. Мужик сказал, мужик сделал, открывайте, давайте. А пока открывается табло. Я-то знаю. Именно за цифрой два и был спрятан наш вот этот замечательный сбор супер-призов. У вас камера напротив, у вас минута. Приветы, хорошие, добрые слова, поехали. Всем привет, родители, братья, друзья, у которых, кстати, завтра свадьба. Поздравляем вас тоже заранее. 30 секунд. Снова Ирине. Приду я привет родителям, надеюсь, они сейчас смотрят. Ну, друзьям тоже привет. Отлично, вы молодцы, вам искренне желаю хорошо встретить это лето, ожидайте ребеночка, надеюсь, все у вас получится и все у вас будет хорошо. Ну, а вам, друзья, желаю добрых, теплых выходных. Лето наступает на пятки. Всем приятных эмоций. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok